Вековой юбилей революции, праздник не прошлого, а будущего. Мы боремся за возвращение страны на путь справедливого развития и прогресса. Есть много историй. Знаете, в 1934 году в Испании с Франко воевали, да? Вот под этим флагом. Против фашистов и франко. Мы можем сейчас забрать молодого человека на экспертизу вместе с ним, да? Что? На другом основании. И утвердят, и скажут, что это не экстремистский флаг. Каких удавов забирать, с никого не ходи. Вы адвокат, что ли? Да, адвокат я. Ну пройдемте вместе с нами. Никуда никто не ходите, ребят. Полицейские провоцируют людей нормальных, мирных. Флаги им не нравятся. Они согласованы с организаторами этого мероприятия. Это флаги анархокоммунистов. Мы под этими флагами уже 10 лет выходим на улицы города Саратова. Никогда проблем с этим не возникало. Но всегда ищут повод, так сказать, докопаться. Вот именно до молодежи. И обозвать нас экстремистами или еще кем-то. Вместо того, чтобы заниматься непосредственно своей какой-то работой. Ну там, преступников ловить, например. Василий Александрович, почему вас подчинен не представляет? Я к нему лично обратился. Вы не обращались к нему. Я обратился, я сейчас к нему обращаюсь. Представьте, пожалуйста, я хочу на вас жалобу написать. Вы почему... Пишите. Я не знаю на кого, как у него фамилия, имя, отчество? Фамилия, имя, отчество у него как? Вы меня плохо слышите? Фамилия и должность нам, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество ваш как? И где вы служите, скажите, пожалуйста. Молодого человека будете задержать? Нет, за что вы задерживаете? Вы же его просили пройти куда-то. Пройти посмотреть, просто флаг его, вот и все. Туда, в СПМ. Его никто не задерживал. Он не пошел, мы его не задерживаем. Вот и все. А флаг-то смотреть будете? Мы его сфотографировали, отдадим на экспертизу. Когда дадите на экспертизу? Сегодня. То есть это несрочно? Можно было бы ему не проходить туда, куда вы его просили? Ну, при желании. Я его попросил, он отказался, все. В начале 17-го года никто не представлял, что революция свершится. И пусть так будет всегда. Мы с вами обязаны защитить нашу страну. С праздником, дорогие друзья! С Днем Великого Октября! Ура, товарищи! Ура! Скажите, что на сегодняшний день осталось от революции? Ой, вы не представляете, много. Песни, радость. Практически ничего не осталось. Историческая память. Народ живет все хуже и хуже, и больше вспоминает Советский Союз, потому что и кушать хотят. Всегда вспоминают и про колбасу дешевую, и профессии большие. Мы бесплатно учились в школах, бесплатно была медицина. Я отучился бесплатно, а дочь уже все, надо платить. Ну вот вы заметили, что праздник столетия революции празднуется довольно-таки скромно. По сути, кроме коммунистов, никто его больше не празднует. Здесь не коммунисты, здесь пришел просто народ, который поддерживает советскую власть. Лишенный государственной поддержки, этот праздник перестал быть тем, чем он был для людей. Во-первых, кто-то боится за свои рабочие места, что их, как говорится, уволят. Студенты не выходят, их тоже предупредили. Если они их увидят здесь, то их могут исключить. На площади же на Красной был даже парад. Только они сделали, что парад якобы посвящается параду 41-го года, 7 ноября. Они подмены делают. Специально придумали праздник 4 ноября. Если до 2005 года 7 ноября считался праздником, пусть и несколько другая была формулировка, то потом ввели какой-то непонятный день 4 ноября, который, к сожалению, не отображает никакой исторической подоплеки, не имеет под собой. Нет, дождите, он же посвящен событиям, когда Минин и Пожарский спасли. Вы знаете, 4 ноября был освобожден только Китай-город. Полностью Москва была освобождена несколько позже, и поэтому говорить о том, что это какая-то действительно историческая дата, очень сложно. Как вы считаете, что нужно делать с Лениным? Оставить его в мавзолее или захоронить? Вот он лежит в мавзолее, и пускай лежит. Я в прошлом году была в Москве и посетила мавзолей. Вы не представляете, сколько было народу? Тысяч пять или шесть. Символ? Ленин – это символ. Он же, прежде всего, человек. Символ? Это символ. Он не был православным, он был атеистом от церкви, он был случен и предан анафеме. Не зря его наши отцы и деды оставили, положили. Это как память, это символ. Практически единственное, что осталось у нас от материального, не считая промышленности и сельского хозяйства. Предложение захоронить Ленина – это расценивается как протест к коммунизму? Конечно. Я думаю, что только так. Чтобы убрать символ, чтобы возврата не было к социализму. Это кто говорит, тот не любит Россию свою и не ценит ее ценности.